Вот так вот добивают Европу. Это скорее всего делается руками правительства земли, которые держат все финансовые потоки, но их можно привязать немного к США. Там они как правили миром, так скорее всего и будут править. Второй центр, который появился в Европе, они удачно уничтожают с помощью иммигрантов, тем более другого вероисповедания. Вот последний виртуальный день зимы, так сказать 29 февраля, который бывает раз в 4 года, 2020 год, и так мигранты уже второй или третий день штурмуют греческие контрольно-пропускные пункты. День назад их задерживали на острове, они высадились и хотели дальше двигаться, там много островов в Греции. И видите, они применили слезодачивый газ, светошумовые гранаты, которые собрались на ее границе с Турцией и требовали пустить их на фоне обострения кризиса в Сирии и открытии границ с Турцией. Ну а зачем это Греции? Представляете, какая сразу нагрузка будет на все, на инфраструктуру, местные жители будут волноваться, люди ходят, бродят где-то там по лесам, по полям, по этим озерам. Зачем это им все надо? Плати деньги, преступления вырастут. И вот несколько раз они пытались проникнуть, а 2-3 тысячи остаются на контрольно-пропускном пункте Констаньес, в то время как другие следуют вдоль берегов реки Эврос, чтобы найти проходы, которые позволят пересечь греческую границу. Уровень в реке сейчас воды низкий, что поможет мигрантам осуществить их намерения. Греческое правительство заявило в субботу, что сделает все необходимое, чтобы защитить границы страны. Правительство утверждает, что за последние 24 часа греческие власти предотвратили попытки 4 тысяч человек пересечь границу. Но этот масштаб только будет нарастать, а Турция тут уже тоже пошла на Европу. Хоть ЕС давала Эрдогану деньги, в миллиардах евро исчислялись, чтобы они принимали беженцев. Но видать, не сильно достаточно давали, что Эрдоган после того, как 30 солдат за день погибли в Сирии его, то он тоже открыл границы, пограничники турецкие не препятствуют прохождению турецкой границы и дальше идти в сторону ЕС. Но тут посмотреть на карту, вот она Сирия. С одной стороны Ирак, а тут дальше Иран. Хороший климат. Тут Ливан, Израиль, Иордания, а вот тут вот Турция. И у них, у Сирии, получается, есть свой выход к Средиземному морю. Ну, хороший край, что тут сказать. Они через всю Турцию вот протопали, протопали мигранты. И вот, вот тут вот Греция. Вот тут она, Греция, граничит с Турцией. Болгария. Тут увеличить. Вот это уже греческий город, а это турецкий. Ну, получается, они, мусульмане, идут в Европу. Не могут найти общий язык Сирии друг с другом. 18,5 миллионов человек. Это прилично. Это как полу-Украины. 83-93% из них мусульмане. Разных направлений. Там у них мусульманство идет, потому что тоже и христианство разных направлений, и мусульманство. Асад там ихний президент какого-то одного направления, которое не сильно там было раньше при власти. И там все так закрутилось. Я даже не хочу вникать в это все, в ихние нюансы. Но факт тут, что Европа будет на вне дна эмигрантами. В Украине они закручивают свой сценарий. Я отдельно видео расскажу. Это как вынуждают Россию поступить, как СССР поступил по отношению к Афганистану. Фактически провоцируют. И тоже достигнут потом мировое правительство, достигнет своей цели. Но еще раз оговорюсь, мировое правительство это те, кто держит все финансы мира. Все потоки и все остальное контролируют. И за счет этого разрушения центра в Европе, они там будут за океаном сидеть себе. Дальше прибыли считать, а тут будет ад в Европе. Вот это и все будет дождется. Они с этой демократией сделали ловушку для Германии, Франции, всех стран. Права человека. Все сами они, когда преступник, к примеру, совершил там несколько преступлений таких, они сразу смертная казнь. Никто с этими преступниками в США не церемонится. Демократия там сразу заканчивается. А тут в Европе они предложили, ну это кадры из Сирии. Там видите, какая древняя цивилизация. Алеппо. Где вот эти сообщения. Ничем не хуже Рима. Смотрите, вот эти все в Алеппо. Так что тут нас, господа европейцы, ждут тяжелые времена. Мир так закручивается. Заплатит Европа всеми своими доходами в пользу США и других стран. Раз люди дураки, в том числе правительство европейских стран, кто им доктор? Народы избирают этих дураков, терпят. В том числе и в странах той части Европы, той, кто тогда доктор. Не можете нормально организовать государство, и чтобы все было по уму. Если вы понимаете, что мигранты вред, чего вы их пускаете? Не можете защитить свои границы? Ну тогда, через 10-20 лет попрощайтесь со своими государствами. Вот так вот. Мир такой. И как будет в фантастических фильмах тут, в Европе. В том числе в Германии, Франции, Люксембургах, этих всех, Монако. То, что им Голливуд показывал по фильмам, потом Голливуд им сделает это все наяву.